Александр Куприн из Полины Неволеный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы, в нем участвует вся рождественская бутафория. Вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазеющие с улицы на елке богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик. Но войдите же и в мое положение, господа читатели. Как мне обойтись без этого реквизита, если моя правдивая история произошла именно как раз в ночь под Рождество? Она могла бы случиться когда угодно, под Пасху или в Троицу, в самый будничный из будничных понедельников, но также и в годовщину памяти любимого национального героя. Это все равно. Моя беда лишь в том, что судьбе было угодно пригнать все, что я сейчас расскажу, почему-то непременно к Рождеству, а не к другому сроку. В эту самую ночь, с 24 на 25 декабря, возвращался к себе домой с рождественской елки учитель гимназии по предмету русской грамматики и литературы господин Костыка. Был он пьян, не пьян, но грузин, удручен и раздражителен. Давали знать себя поросенок с кашей, окорок, полиндвица и колбаса с чесноком. Пиво и домашняя наливка подпирали под горло. Сердил проигрыш в проферазусе, уж правда Костыку преследовало какое-то фатальное невезение во весь вечер. А главное, было досадно то, что во время ужина, в споре о воспитании юношества, над ним старым педагогом одержал верх какой-то молокосос, учителяшка, едва соскочивший с университетской скамьи, либералишка и верхогляд. То есть нет, верх это он, положим, не одержал, потому что слова и убеждения Костыки основаны на незыблемых устоях учительской мудрости. Но другие мальчишки и девчонки, они аплодировали, не смеялись, и блестели глазами, и дразнили Костыку, «Что, старина, приперли вас?» И потому-то с бурчащим животом, с изжогой в груди, с распухшей головой проклял он сначала обычай устраивать ёлки. Обычай, если не языческий, то должно быть немецкий, во всяком случае, святой церковью неустановленный. Потом, прислонившись на минутку к фонарному столбу, поминал чёрным словом пиво и окорок. Затем он упрекнул мысленно хозяина сегодняшней вечеринки, добродушного учителя математики в расточительности. Из каких это, спрашивается, денег такие пиры закатывать? Наверное, Женину ротонду заложил. Детишек, торчавших на улице у магазинной витрины, Костыка обозвал хулиганами и воришками, и вздохнул о старом добром времени, когда розга и нравственность шли ручка об ручку. Добродетельный извозчик, который в святочных рассказах обыкновенно возвращает бедному, но честному банковскому чиновнику портфель с двумя миллионами, забытый накануне у него в санях. Этот самый извозчик запросил на песке полтора целковеньких, потому как на резвенькой и по случаю праздничка. А когда Костыка предложил ему двухгривенный, то извозчик назвал Костыку почему-то насоклюем, а Костыка тщетно взывал к городовому о своей беде. Извозчик умчался на резвенькой, городовой тащил куда-то вдаль пьяную бабу, и тогда Костыка заодно предал Анафеме и русский народ с его самобытностью, и думу, и отруба, и волость, и всяческие свободы. В таком-то хмуром и придирчивом настроении он забрался к себе домой, на пятый этаж, прокляв, кстати, мимоходом и городскую культуру в лице заспанного и ворчливого швейцара. Очень долго он балансировал зажженные лампы вроде циркового жонглера, притворяющегося пьяным. Разбудил было жену, которая раньше его уехала с вечеринки, но та мигом выгнала его из спальни. Попробовал полюбезничать с прислугой за все новгородской каменной бабой Авдотьей, но получил жестокий отпор, после которого в течение семи секунд искал равновесие по всему кабинету от двери до стены. И вот тогда-то он с великими усилиями нашарил в сенях запасную потайную бутылку пива, открыл ее, налил стакан, уселся за стол, вперил мутные глаза в огненный круг лампы и отдался скорбным, неповоротливым, вязким мыслям. «За что?» горько думал он. «За что, Олопидарский, ты меня обидел перед учениками и обществом? Или ты умнее меня? Или ты думаешь, что если сорвал несколько девичьих улыбок, то ты и прав? Ты, может быть, думаешь, что и я сам не был глуп и молод, что и я не упивался несбыточными надеждами и дерзкими замыслами? Погляди, брат, вот они живые-то свидетели!» Он широко обвел рукой вокруг себя, вокруг стен, на которых висели аккуратно прибитые, сохраненные частью по скупости, частью по механической привычке, частью для полноты обстановки портреты великих русских писателей, приобретенные когда-то давным-давно, в телячьи годы восторженных слов. И вдруг ему показалось, что по лицам этих исполинов от глаз глазам быстро пробегают точно летучие молнии страшные искры насмешки и презрения. Костыков вздрогнул, отвернулся, протер глаза и тотчас же для собственного успокоения вернулся к прежней нити мыслей, на которую стал нанизывать свои жалобы, упреки и мелочные счеты. Но стакан все-таки еще дрожал в его руке. «Нет, Лапидарский, нет! Я, братец, погляжу на тебя лет через пять-десять! Тогда ты поймешь, что это такое за шуточка бедность, зависимость и власть. Когда-то ты узнаешь, что стоит семья, а с ней болезни, родины, крестины, сапожечки, юбчонки. Вот ты кричишь теперь «Маркс! Ницше! Свобода! Народ! Пролетариат! Великие заветы!» Погоди, милый, запоешь, будешь, как и я. Скажут тебе, лепи единицы, будешь лепить. Пусть стреляются, травятся и выскакивают из окон. Ха, идиоты! Скажут тебе, будь любвеобилен, будешь. Скажут, баршируй, будешь. Вот и все. И будешь сыт, и пригрет, и начальству приятел. И будешь, как и я, скучать по праздникам о том, что некого изловить в ошибке, некому поставить единицу, некого исключить с волчьим паспортом. И опять он невольно обернулся к стенам, на которых симметрично висели фотографии человеческих лиц. Гневных, презрительных, божественно ясных, прекрасно мудрых, страдальческих, измученных, гордых и безумных. «Смеетесь!» Закричал друг Костыка и ударил кулаком по столу. «Так! Хорошо же! Так вот, я заявляю вам, что все вы дилетанты, самоучки и безграмотны. Это я говорю вам, профессионал и авторитет. Я! 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 Который сейчас произведу вам экзамен! Будь вы хоть распроедений, но если ваша жизнь, ваши нравы, мысли и слова преступны, безнравственны и противозаконны, то единица, волчий паспорт и фон из гимназии на все четыре стороны. Пусть потом родители плачут! Вот вы, молодой человек, хорошего роду, получили приличное образование, к стихам имели способность, к чему вы ее употребили, что описали, говорили аду, оду какой-то там свободе и вольности, ставлю нуль с двумя минусами. Ну, хорошо, исправились. Так и быть, тройка, стали на хорошую дорогу, нет, извольте, камер-юнкерский мундир вам показался смешным, ведь нищим были, подумайте-ка, еще нуль, стишки писали острые против вельмож, нуль с двумя, а дуэль, а злоба, за них христианские чувства, единица. А вот вы, господин офицер, могли бы служить, да служились бы до дивизионного командира, а почем знать, может быть, и выше, кто вам мешал развивать свой гений? Ну, там оду на случай иллюминации, экспромт по случаю полкового праздника, а вы предпочли ссылку, опалу, и опять-таки умерли позорно, верно, кто-то сказал, собаке собачья смерть. Итак, талант три с минусом, поведение нуль, внимание нуль, нравственность единица, закон божий нуль. Вы, господин Гоголь, пожалуйте сюда. За малорусские тенденции нуль с минусом, за смеяние придержащих властей нуль, за один известный проступок против нравственности нуль, за то, что жидов ругали четыре, за покаяние перед кончиной пять. Так он злорадно и властно экзаменовал одного за другим безмолвных исполинов, но уже чувствовал, как в его душу закрадывается холодный, смертельный страх. Он похвалил Тургенева за внешнее благообразие и хороший стиль, но упрекнул его любовью к иноземке. Пожалел об инженерной карьере Достоевского, но одобрил заполячишек. Да и православие ваше было какое-то сикстанское, заметил Костыка. Не то хлыст, то вщина, не то штунда. Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, расширенными, выпуклыми, почти бесцветными от боли глазами, глазами человека, который, высоко подняв величественную бородатую голову, пристально глядел на Костыку. Сползший плед покрывал его плечи. Ваше превосходительство! Залепетал Костыка и весь холодный и мокро задрожал. И раздался хриплый, грубоватый голос, который произнес медленно и угрюмо «Раб! Предатель! И...» И затем пылающие уста щедрина произнесли еще одно страшное, скверное слово, которое великий человек, если и произносит, то только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило Костыку в лицо, ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями. Он проснулся потому, что, задремавший над стаканом, клюнул носом о стакан и ушив себе переносицу. «Слава Богу, сон!» подумал он радостно. «Слава Богу! А-а-а-а! Так-то вы, господин губернатор! Хорошо же-с! Свидетелей благодаря Бога нет!» И с ядовитой усмешкой дрожащими руками он отцепил от гвоздя портрет Салтыкова, отнес его в самый укромный уголок своей квартиры и повесил там великого сатирика на веки вечные к общему смеху и поруганию. Салтыкова Салтыкова Here's Mia Салтыкова va emo а-а-а! sacrеньшая